привет друзья с вами странник и сегодня я бы хотел записать видео о том как настроить правильно управление терпи потому что миссии на планете нравится но изначально которая стоит управление ну просто невозможно и я быстренько пройдусь по тем настройкам которые нужно поставить изначально что было проще им управлять в начале самом когда мы начинаем играть у нас управление стоит на кнопке q-e q-e вперед и назад или там наоборот не помню и это крайне неудобно ну давайте заходим в настройки управления здесь выбираем отдельный прям есть раздел управление терпи и пойдем по порядку открываем движение подруливание z это по стандарту стоит она нужно для того чтобы переключать режим управления как космическим кораблем когда вы выбрали скорость он ее держит постоянно или же как машинки обычных симуляторов вот это для этого нужно подруливание стандартные настройки подруливания мы обязательно включаем а по моему по умолчанию также включены а вот эти все опции крена для руления вот это все выключаем дальше ось поворота ось поворота это когда мы ездим чтобы могли поворачивать направо и налево вот эти кнопки они по моему также стоят по умолчанию но дальше ось крена кнопки не стоят их также ставим на а.д. о чем речь ось крена это кнопки необходимые вам при полете когда мы едем найти терпи мы можем подлететь и машину от поворачивать право-лево вот эти ось крена нужны просто если вы их не поставите вот так при таком полете когда будете ездить по планетам с малой гравитации вам может помочь дальше задрать нос опустить нос принципе это те же тот же самый крен только вперед назад он тоже по умолчанию не стоит я поставил на shift и control достаточно удобно можно выровнять машину да и приземлиться на колеса не на крышу к примеру основной огонь и по умолчанию вертикальные маневровые двигатели тоже по умолчанию это вот тот самый полет который позволяет нам делать ручной тормоз также стоит по умолчанию на x курсовые гни это все по умолчанию но это через по 104 тоже выключается включается легко включить выключить турель это для того чтобы переключиться в режим турели переключаемся в режим турели и можем стрелять но сейчас турелью немного дальше потому что сразу вы не сможете так просто управлять ей и для этого мы переходим в режим управления турелью в прицеле не движению по умолчанию стоит кнопка мыши 2 но можете поменять как он удобно я пока не менял Итак, движение турелью. Ставим движение турели мышью по оси X рысканья, а движение турели по оси Y тангаж. Вот эти относительные движения мы выключаем как по оси X, так и по оси Y. При такой настройке вы сможете легко управлять турелью, как обычно это привыкли мышкой делать. Вот эти параметры поворота турели это для того, если вы хотите управлять клавишами. Можно тут задать клавишами и также крутить, например, может быть это на джойстиках используется. И не забываем здесь понизить немного чувствительность, по умолчанию мне кажется она слишком большая. Также для того, чтобы управлять TRP как обычно машина, вам необходимо в тяге двигателя указать кнопки ускорения и торможения. По умолчанию тут стоит QE, мы ставим на WS, W ускорение, S торможение. А также необходимо указать шаг тяги у TRP. Я поставил непрерывно, но если вы хотите, вы можете задать на какие проценты будут каждое ваше нажатие переключаться. Но остальные все настройки это стандартные и в принципе к ним привычные по управлению с кораблем. Выполнив такие настройки, вы без проблем сможете путешествовать по планетам и у вас не будет вызывать это каких-то трудностей. Но есть еще один нюанс, который бы я хотел рассказать. У меня по крайней мере возникла с этим сложность. Как попасть обратно на корабль? Вот я вроде бы подъезжаю на корабль, вот заехал, но мне невозможно сделать посадку. А также я не смогу перегрузить снаряжение из TRP в корабль. Все проблема в том, что вы на самом деле находитесь не совсем под люком транспортировки. Вам необходимо просто немного дальше проехать вперед, но можно всегда проверить, что вот большая часть вашего TRP находится под грузовым люком. И теперь мы нажимаем, смотрим и вот мы можем спокойно погрузиться. Также мы можем спокойно прям снизу использовать кнопку перемещения. На этом все с настройками, надеюсь вам это поможет. И большое спасибо вам за просмотр. Пока-пока! 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 Пока-пока!